На теплоходных судах можно проводить различные мероприятия, конференции, презентации, корпоративные праздники, помолвки, дни рождения. Тур на теплоходе из СПБ – это мечта. Не каждый может позволить себе такую роскошь, но петербургская компания «Водоход» предлагает гражданам отдых на арендуемом пассажирском лайнере по весьма оптимальным ценам. Можно заказать путевку по индивидуальной программе. На борту корабля есть огромный зал с вместимостью до 200 человек, салоны, бары, рестораны и люксы. Все это входит в стоимость путевки. Благодаря такому путешествию некоторые граждане совмещают успешную работу с полноценным отдыхом. Июль и август считаются самым лучшим временем для круизов выходного дня из СПБ. Для отдыхающих накрывают банкет, предоставляют отличный сервис, а также разнообразную экскурсионную и развлекательную программу. Еще приятнее сделает вечер музыкальное сопровождение. Речные круизы из СПБ – это отличная возможность сплотить коллектив, укрепить в сотрудниках корпоративный дух, полюбоваться красотами природы и лунной дорожкой по воде и просто хорошо провести время. Арендная стоимость водного судна на 2018 год – месяц-ночь с начала работы судна по 15 мая, будни, с 1 сентября по окончании работы корабля, выходные и праздничные дни. С 16 мая по 15 июня будни – выходные и праздничные дни. С 16 июня по 30 июня – будни, с 16 августа по 31 августа – выходные и праздничные дни. С 1 июля по 15 августа – будни, выходные и праздничные дни. Размещение в люксах. Во всех апартаментах есть кровать, шкаф для одежды, система кондиционирования, радио, душ, унитаз и раковина. А также обзорное окно, в арендную плату входит ряд услуг, использование общественных помещений на борту. В одном из баров можно воспользоваться услугами бесплатного интернета. По желанию можно воспользоваться услугами судовождения. Причальные сборы. Дополнительно оплачиваются питание, экскурсии, развлекательные программы. Компании из Питера советуют прибыть в пункт отправления судна за 6 часов, потому что рейс задерживать из-за опоздавших не будут. Посадка на борт осуществляется за 2-3 часа. За час до отправления круизного лайнера все пассажиры должны быть на своих местах. Важно, при опоздании или неявке пассажира на посадку круиз аннулируется, стоимость путевки не возвращается. Москва. Причал, Северный речной вокзал, находится по адресу Россия, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 51. На этом причале действует система безопасности. Проход на судно, через специальные кабинки, где производится сканирование багажа. Пассажиры проходят через рамку металлодетектора. Так как на Ленинградском шоссе производятся ремонтные работы, заехать на эту территорию можно только со стороны центра, мимо центральной аллеи речного вокзала и повернуть в парк в районе подземного пешеходного перехода. Круиз на теплоходе из Санкт-Петербурга по речным водам – это прекрасная возможность уединиться от забот и ежедневной суеты. Но как попасть на речной вокзал? В 2014 году администрация района запретила въезд в парк. Бесплатный въезд и выезд разрешен только для посадки и высадки пассажиров. Если транспорт по каким-то причинам остался на территории парка, то парковка оплачивается по установленному тарифу. Санкт-Петербург. С 2015 года речные круизы из Санкт-Петербурга осуществляются с причала Уткина-Заводь, расположенному по адресу Октябрьская набережная, дом 31. На причале находится «Зал ожидания», бесплатный интернет, туалет, камера хранения, банкомат, палатка, где продают сувениры, платная парковка. Проход на «Сонату», «Принцессу» или другое судно осуществляется через специальные досмотровые пункты, где производят сканирование багажной сумки. Пассажиров осматривают с помощью рамки металлодетектора. Обратите внимание, для отдыхающих организовывают бесплатный автобус «Водоход». Он едет от станции «Пролетарская» до причала «Уткина-Заводь». Расписание экспресса можно посмотреть на официальном сайте. Речные круизы по России в последнее время востребованными стали круизы из СПБ по реке Волги, путешествия на Соловецкие острова, Соловки, и туры по Европе, Скандинавии. Река Волга включает в себя восемь основных гидроузлов – Иваньковский, Угличский, Рыбинский, Горьковский, Чебоксарский, Куйбышевский, Саратовский, Волгоградский. За 20 лет было завершено соединение бассейна Волги со всеми морями, омывающими Европу. Совет. Очень интересные и запоминающие круизы по рекам, озерам из СПБ. Например, теплоходные прогулки по Каме. Водная растительность здесь развита неплохо, обитают различные виды рыб, а окружающая красота завораживает. Кама считается главной рекой Урала, это водная магистраль Перми. А как красиво Ладожское озеро. Раньше оно являлось частью водного торгового пути, поэтому там долгое время находился торговый и военный флот. Сейчас по Ладожскому озеру проводят прогулки на теплоходе. Речные круизы из Казани можно заказать тур в Калининград из СПБ на три дня на теплоходе. Из Питера теплоходные прогулки совершаются в любые места, самое главное – путешествовать с комфортом. Для этого нужно заранее определиться, на каком судне отправиться в плавание. Александр Пушкин. Экскурсии в крепость Орешек на теплоходе из СПБ совершаются на комфортабельном четырехпалубном судне, оснащенном современным навигационным оборудованием. Александр Пушкин. Развивает скорость до 22 км в час. Длина – 110 метров. Ширина – 14,5 метров. 2,3 метра. Количество пассажирских мест – 186. На борту имеется ресторан, медпункт, музыкальный зал, сувенирная лавка, бар, гладильная, открытая палуба, бесплатный интернет, горячая вода. Каюты – 2 люкса, душ, санузел, кондиционер, двуспальная кровать, 2 кресла, журнальный столик, телевизоры DVD, холодильник, радио, обзорные окна, электрическая розетка, 2 полулюкса, душ, санузел, кондиционер, 2 кровати, шкаф, журнальный столик, 1 кресло, телевизор, холодильник, радио, сейф, обзорные окна и розетка, 46 двухместных одноярусных апартаментов, 2 спальных места, шкаф, кондиционер, радио, холодильник, телевизор, душ, санузел, сейф, фен, обзорное окно и розетка, 6 двухместных двухъярусных апартаментов, 24 трехместных двухъярусных кают, все традиционные удобства, только добавляется три спальных места. Каюты оснащены удобствами для проживания. В каждом люксе имеются телевизоры, холодильники, шкафы для одежды, радио, система кондиционирования, душ, санузел, фен, иллюминатор, электророзетка. На теплоходе предлагают проводить лечебную физкультуру, можно попробовать фито-чай и кислородный коктейль. Также отдыхающие могут посетить массаж. На теплоходе предлагают завтрак и обед с фиксированной рассадкой. Я на ужин действует заказная система плюс на выбор любой напиток. Санкт-Петербург. Можно отправиться путешествовать на комфортабельном четырехпалубном пассажирском лайнере, оснащенном современным навигационным оборудованием. На борту предлагаются стандартные услуги. Судно развивает скорость до 26 км в час. Длина – 125 метров ширина, 16,7 метра осадка, 2,8 метра количество пассажирских мест, 298 каюты, 2 двухместных полулюкса, 2 трехместных полулюкса, 12 одноместных кают, 95 двухместных одноярусных апартаментов, 16 двухместных двухярусных апартаментов, 18 трехместных одноярусных апартаментов. Особенности судна – теплоход-пансионат, к услугам лечебная физкультура, фито-чай, кислородный коктейль, массаж и дере. Завтрак, обед, ужин, буфет, шведский стол, свободная рассадка, утренний чай, кофе, в день высадки в рейсах до пяти дней, свободная рассадка, приветственный коктейль с запуском воздушных шаров, заключительный капитанский коктейль в рейсах от пяти дней, в каюте, бутилированная питьевая вода в рейсах любой продолжительности, в день посадки, холодильники, телевизоры в каютах класса, полулюкос, детский клуб. На официальном сайте компании можно подобрать лучший вариант судна для речных путешествий. Там же можно узнать обо всех нюансах бронирования путевки. В 2018 году наиболее популярными считаются маршруты, испитеров Валаам, испитеров Кижи, круизы выходных дней, путешествия по Волге и Каме. Даты круизов, сроки, название теплохода, точные маршруты цены – все это можно узнать на официальном сайте или по телефонам 812-740-58-58-8-800-555-0505 для частных лиц, 812-740-58-59 для юридических лиц. Пусть 2018 год станет для отдыхающих временем неожиданных географических открытий. Выбирая речной круиз, стоит поинтересоваться у туроператора, какая развлекательная программа предусмотрена для детей. Также необходимо обратить внимание на наличие сезонных и групповых скидок, условия для студентов, школьников и пенсионеров. Для справки, круизы из Санкт-Петербурга предусматривают трехразовое питание в ресторане на борту. Для детей есть специальное меню. Покупка путевок заранее позволяет существенно сэкономить средства на круиз, а также дает возможность выбрать судно и класс каюты. Круизы из Санкт-Петербурга и Москвы на комфортабельных теплоходах с богатой экскурсионной программой позволяют увидеть красоту северной природы, неповторимые творения древних мастеров.